Владимир Юрьевич Амельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова, с нами на связи. Приветствую вас в эфире Freedom. Доброе утро. Если говорить об этом отказе, то, во-первых, я так понимаю, уже фактически с начала полномасштабного вторжения идут серьезные достаточно разговоры о том, как и каким образом отказываться от российских энергоресурсов в Европе. Кто-то не хотел, кто-то не мог, кто-то продемонстрировал пример, скажем так, например, страны Балтии. Одни из первых начали демонстрировать, насколько важно от российских энергоресурсов отказываться. Вот почему это важно? Начнем с вот этого, во-первых. И во-вторых, можем ли мы сейчас говорить о том, что спустя уже столько времени, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, уже как-то оценили, скажем так, последствия и риски использования российских энергетических ресурсов? Ну, почему важно отказываться от российских энергоресурсов? Ответ, мне кажется, очевиден для всех, потому что за счет продажи энергоресурсов Россия финансирует, по сути, войну в Украине, не только войну, и различные террористические организации по всему миру. Поэтому, естественно, чтобы прекратить войну в Украине, чтобы стабилизировать ситуацию в глобальной политике, чрезвычайно важно отказаться от российских энергоресурсов, что постепенно и делается, хотя это очень непростая, нетривиальная задача. То есть, действительно, Европейский Союз сейчас сократил покупку российского газа в пять раз, там практически ограничено до минимума покупка российской нефти и нефтепродуктов, но Россия все-таки, надо признать, она нашла возможность диверсифицировать поставки и заместила нефть и нефтепродуктор поставками в Китай, в Индию, в другие страны Азиатско-Отехокеанского региона, хотя по газу это им не удалось. И, в принципе, по сути, Россия потеряла европейский рынок сбыта природного газа. Газ там поставляется в основном только в Венгрию, также поставляется частично ЛНЖ-газ, но ЛНЖ-газ по своим объемам невозможно сопоставить с трубопроводным, потому что ЛНЖ все-таки в семь раз меньше поставляется, нежели трубопроводного газа до войны большой. И еще важно отметить, что все потуги российского высшего руководства, когда была последняя поездка Путина в Китай, запустить проект «Сила Сибири-2», они не венчались успехом, это признала сама российская сторона, потому что Китаю этот дополнительный газ не нужен. И, по сути, вот эта стратегия России замещения рынка Европейского Союза по природному газу рынком Китаю, она провалена. Остается ныне в контексте поставок в Европейский Союз со стороны Российской Федерации, ГТС Украины и вторая нитка в принципе, турецкий поток как таковой. Мы начинали, в принципе, тему с вопроса о турецком потоке. BBC вот еще в сентябре этого года писала о том, что в случае, если Путин решит эскалировать ситуацию, то возможны перебои поставок через турецкий поток и также через ГТС Украины. Как вы думаете, пойдет ли Владимир Путин для дальнейшей попытки атаки против целостности энергетической Европейского Союза на такие вещи, такие движения? Ну, от России можно все ожидать, но я думаю, что скорее всего они могут не пойти. Почему? Потому что «Газпром» сейчас работает с большими очень убытками. У него сократилась добыча «Газпрома» только за год сократилась на 25%. Кроме того, «Газпром» потерпел убытков за последний год на более чем 1 триллион рублей. И если еще... Ну, сила Сибири-2 провалилась, как я вам уже сказал. И если еще Россия перекроет краник транспортировки газа через Украину и турецкий поток, то, с моей точки зрения, дела «Газпрома» будут просто катастрофическими. Поэтому я считаю, что никаких рациональных решений относительно прекращения транспортировки природного газа вот этими двумя коридорами нет. Ну, мы же знаем, что российское руководство часто принимает иррациональные решения, поэтому что-нибудь спрогнозировать очень сложно. Вот, например, в вопросе в Венгрии. Как вы считаете, поставка газа со стороны Российской Федерации в это государство, оно оправдано исключительно экономическими ограничениями, которые есть в Венгрии? Либо же тут играет роль в том числе и политический аспект, особая любовь, предрасположенность господина Орбана и Фидес, в целом, политическая партия, которая главенствует в парламенте, к Российской Федерации? Ну, мы видим здесь наглядный пример, как российский газ и нефть воздействуют на политику европейских государств. То Орбан очень как раз яркий пример и свидетельство этому, потому что если бы не дешевые энергоресурсы с Россией, то Орбана бы уже давно не было как политика, о нем бы уже все забыли. И он в основном держится столько времени при власти за счет российских энергоносителей, которые продаются ему значительной скидкой. В обмен на это Орбан проводит откровенно антиевропейскую политику. Вот недавнее заявление его относительно того, что Европейский Союз, это то же самое, что СССР, как бы тоже как бы заставляет Венгрию все делать, что она не хочет. Кроме того, вот эти обнимания с Путиным в Китае, господином Орбаном, и вот эта антиукраинская риторика блокирования пакета помощи Украины, как финансово, так и военного, блокирование вступления, вот недавно вы знаете, в НАТО о Швеции, то есть все это говорит о том, что Орбан отрабатывает вот эти дешевые энергоносители с России по полной программе. Владимир, мы можем как-то прогнозировать, как может измениться российская экономика после того, как Европа начнет уже в достаточно больших объемах и масштабах отказываться от российских энергоресурсов? Ну, естественно, мы можем. Она уже начала отказываться, и падение доходов по природному газу очень значительное, то есть это десятки миллиардов долларов ежегодно, даже по нефти, хотя объемы экспорта нефти не сократились, но так как стало больше плечо доставки в страны Китай, Индии, другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона, чем это было в Европу, плюс потолок 60 долларов, значительные страховые риски, все это привело к тому, что даже по нефти Россия уменьшила свои доходы где-то на до 40% за последний год. Кроме того, засекреченная информация относительно добычи нефти в России, есть все предпосылки сказать, что уровень добычи сокращается, и ожидается, что если так пойдет и дальше, то в ближайшие 3-5 лет уровень добычи нефти сократится в России, возможно, на 15-20%, потому что все-таки 70% всей добычи нефти в России происходит из месторождений, так называемых, с тяжелыми условиями залегания, то есть которых очень сложно добывать, они затратные, только 30% это которые как бы сравнительно недорогие в своих затратах, но их количество таких месторождений с каждым годом уменьшается. И очень важно еще отметить, что с рынка для добычи газа и нефти очень важны еще сервисные компании, и 4 из большой четверки, без которых просто невозможно развивать добычу в России, это Халибертон, Шлюмберже, Везерворд и Бейкер-Хьюгс, эти компании вышли с России, но, к сожалению, существует такая информация, что, например, американская компания Халибертон возобновила поставки оборудования в Россию через Сингапур и Турцию, через свои, значит, как бы дочерние компании, поэтому тут как бы есть над чем еще работать. Без сервисных компаний, таких вот, которых я назвал большой четверки, и рост, вернее, падение российской добычи нефти и газа, оно ускорится очень быстро. Вернемся к европейским возможностям. Еще в сентябре была информация о том, что в Германии газохранилища были заполнены до 95% к концу сентября, хотя изначально это предполагалось такого уровня, такой уровень предполагалось достичь лишь к 1 ноября. Также была информация, которая была распространена еврокомиссаром Кадри Симон, еврокомиссар по энергетике. Она еще в сентябре тоже говорила о том, что Европейский Союз накопил более 100 миллиардов кубов газа к зиме. Хранилища заполнены уже почти под самую завязку. Но, опять-таки, нельзя отметать фактор погоды, если, скажем так, зимний вот этот погода, зимний период, он продолжится чуть больше, чем на 3 месяца. Как я понимаю, об этом тоже, собственно, об этом тоже думают на территории Европейского Союза. Каким образом в вопросе стойкости энергетической Европейскому Союзу могут помочь украинские газохранилища? У нас буквально полтора минутки. Ну, газохранилища помогают. Сейчас в наших хранилищах хранится около 2,4 миллиарда кубических метров газоевропейских компаний. И, в принципе, этот объем, ну, он, конечно, не сыграет какой-то очень значительной роли, но все-таки поможет некоторым государствам избавиться от зависимой или уменьшить зависимость от российского газа. Поэтому тут я бы сказал бы, что украинские подземные хранилища тоже играют свою роль. В дальнейшем они будут эту роль играть еще больше, потому что, в принципе, у нас есть потенциал заполнения их. Где-то еще 10-12 миллиардов кубических метров мы могли бы дополнительно хранить для европейских потребителей. А это достаточно много. О цене. Буквально, вот, коротко, минутка у нас. Аналитики говорят о том, что, несмотря на то, что цены на газ в Европе снизили вдвое по сравнению с аналогичными прошлогодними, рекордными, они все равно высоки, выше, чем до полномасштабной агрессии Российской Федерации против Украины. Ваши коллеги говорят о том, что такая реальность, она будет, ну, буквально на годы вперед. Согласны ли вы с тем, что, да, европейцам придется не только конкретным, частным лицам платить за газ больше, на долгие годы вперед? Буквально у нас вот 40 секунд. Ну, это очень сложный вопрос. Я думаю, что это не так. Европа будет постепенно сокращать потребление природного газа и замещать его возобновляемыми источниками энергии, следовательно, уменьшение спроса на природный газ уменьшит цены на него. И поэтому тут я смотрю с оптимизмом. Кроме того, к 2050 году Европейский Союз запланировал быть полностью зеленым, без нефти, и без газа, и без угля. Владимир, спасибо большое за то, что к нам присоединились. Владимир Амельченко, директор энергетических программ центра Разумкова, напомню, с нами был на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.